31-летнюю женщину убили в Махачкале за отказ от знакомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Опасное вождение и грубое нарушение правил дорожного движения. Блогеру грозит до двух лет лишения свободы. 163 сироты в Дагестане получили жилищные сертификаты. Среди получателей 7 участников СО. Международный день благотворительности дагестанцы активно оказывают помощь нуждающимся по всему миру. Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту убийства 31-летней женщины. Снет произошел накануне ночью на пересечении улиц Энергетиков и Медовая в Махачкале. Там и было обнаружено тело жертвы с признаками насильственной смерти. По предварительной информации убийство произошло после того, как женщина отказала мужчинам в знакомстве. Перед смертью девушка успела сообщить, что нападавших было двое. Они скрылись с места происшествия на Черной Приоре. Ведутся активные поиски преступников. Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с отключением электроэнергии в Махачкале. По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания на станции Стекловолокно и возгорания на подстанции Приморская. В результате была временно ограничена подача электроэнергии в поселках Редукторной и Степной. На место аварии выехала бригада специалистов. Работы по восстановлению электроснабжений уже завершены. Однако, несмотря на временные неудобства, местные жители не теряют оптимизма и находят возможность проявить креативность. Люди уже устали, света нету дома, воды нету. Ничего нету, люди уже все, в отчельники пошли. Уже как в древние времена разводят огни, все, живут на берегу. Уголовное дело возбуждено против 28-летнего дагестанского блогера. Причина стал ролик, на котором зафиксировано опасное вождение и грубое нарушение правил дорожного движения. Теперь ему грозит штраф на сумму от 150 до 300 тысяч рублей или наказание в виде ограничения свободы до двух лет. О неправильном вождении на дорогах выразились и местные жители. Отношусь, конечно, очень плохо. В первую очередь хотелось обратиться к мотоциклистам, чтобы в ночное время ездили аккуратно. Очень большая просьба. Неправильное вождение, ну, отрицательно, конечно. Нужно соблюдать правила. Они для всех. Если каждый будет пренебрегать правилами дорожного движения, то это бардак на дорогах. Летят, как хотят. Езжут, как хотят. Без права выезжают. Без права выезжают. Махачкаля в усиленном режиме очищают городские территории от мусора. Сотрудники МБУ благоустройства продолжают работы, помойки, дезинфекции, вывозу ТКО на улицах города. От грязи и пыли очищают тротуары, дорожное полотно, а также вывозят мусор. По словам ведомства, работы проводятся согласно графику на территории всего муниципалитета. Сегодня в мире отмечается День благотворительности. В Дагестане в этом направлении уже долгое время активно работает фонд «Инсан». Они регулярно проводят акции по оказанию помощи нуждающимся людям и тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Совсем недавно их представителями был доставлен гуманитарный груз в Курскую область, где жители подверглись обстрелу вражеских группировок. На сегодня «Инсан» уже оказывает гуманитарную помощь по всему миру. У нас очень много гуманитарной помощи, гуманитарных миссий по миру мы осуществили за последнее время. Это страны, такие как Афганистан, Марокко, Палестина, Сирия. Благотворительная деятельность в России находится еще на начальном этапе, отметил генеральный директор фонда «Инсан» Магомед Расум Магомедов. Улучшить ситуацию, по его мнению, поможет подготовка специалистов в этой сфере. Даже если взять учебные заведения, у нас их не так много, которые именно учат специалистов именно в сфере благотворительности. А если взять опыт международный, то еще в 50-х годах прошлого века уже были выпущены научные труды и в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, университет Индиана. Развитие фонда «Инсан» не стоит на месте. В будущем их работа и профессионализм будут только улучшаться, отмечает Магомедов. Еще больше сделать работу нашу фонда прозрачной, еще больше стараться охватывать ту нишу, где наша помощь необходима, и оперативно действовать. Вот мы над этим сейчас работаем и будем повышать свой профессиональный уровень в дальнейшем. Спасибо за гуманитарную помощь. На самом деле, ребят, нам очень тяжело. Я просто двадцать районов. Спасибо вам огромное, спасибо. Айшат Имаева из Избирбаша – одна из тех, кто сегодня получил заветный сертификат на жилье. Ее детство было непростым. Айшат росла в доме сирот и не знает своих родителей. После выпуска с детдома она поставила перед собой цель – добиться собственного жилья. И вот спустя годы ожиданий и усилий ее мечта становится реальностью. Там мне не ставили на учет по поводу квартир. Многие это получили до меня еще. Потом я в первую администрацию. В итоге сказали, что застройщики не все хотят выдавать жилье. И мне предложили сертификат дать. Ну, взять точнее. И получается, я вот хочу, когда я шла сейчас рожу малыша, хочу и капитал туда вложить и приобрести себе жилье. Я получила как раз сегодня сертификат и смогу смело себе приобрести просто жилье, заселиться туда с малышом, со своей семьей. Помимо Айшот, квартиры получили еще 162 сироты. Каждый из них подал заявление в начале лета. Как отмечает правительство республики, несмотря на сложности, в регионе продолжают решать проблемы с жильем. И на это бюджетом республики выделено более 800 миллионов рублей. Всего за два года в Дагестане решили жилищные проблемы более 500 детей-сирот. В СССР, в списке детей-сирот и для остальных детей-сирот, где вы достаточно длительные родители, в Дагестане участвуют еще более 4000 человек. И мы постепенно обещали эту проблему. И самое главное, что у нас в семье на ученство руководства, в СССР, 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 в СССР. Как отметили на мероприятии, сертификат – это именной документ на приобретение жилого помещения. Его можно использовать как для покупки жилья, так и для полного погашения ипотечного кредита. Сегодня мы расстроены домами, мы расстроены большими пожеланиями. Это то, что не будет подавать нам по бюджету, по закону, нам только отместить в раку. Такое большое наставление со стороны народной республики. И представлены правительства, мы находим решение принимаемого, как называется, такое есть, когда-то квартира в Радове. Когда мы формулируем земельный участок, мы застройщиваем его, мы вам даем земельный участок, мы соответствуем подрядами, соответствующими квартир, скульптами, для того, чтобы мы могли этим все на фарфоне. Отметим, что прием заявлений проводился Минстроем Дагестана. С 20 июня по 15 июля текущего года было подано более 500 заявлений. В 2023 году в соответствии с республиканским порядком сертификаты были предоставлены 189 заявителям. Тамара Самидова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В этом году Махачкала отмечает 160-летие города. Для горожан и гостей республики администрация столицы запланировала открытие новых локаций. Один из них – новый светозвуковой фонтан в парке имени Сулеймана Стальского. Он будет представлять собой композицию из нескольких отсеков, каждый из которых оснащен уникальными световыми и музыкальными элементами. В настоящее время проводится монтаж системы управления, а после завершения установки планируется запуск тестирования. Вот уже 10 лет при Дагестанском Исламском университете имени Мухаммада Арифа функционирует отделение аспирантуры. После тщательного отбора студенты приступают к более глубокому изучению религиозных наук и улучшению навыков в сфере преподавания. Мы год отдельно готовим студентов, которые уже отучились в ДИУ, закончили 7-8 лет обучения, которые работали имамами, имеют хороший опыт за собой. Но в плане багажа знаний, чтобы зайти в аспиратуру, есть те, которые сразу сдают экзамены, сами готовятся, а есть те, которые нужно отдельно целый год готовить, только для того, чтобы они смогли сдать экзамены, вступить в аспиратуру. Обучение в аспирантуре длится 3 года. В первом курсе для учащихся действует единая программа, а в последующем каждый аспирант выбирает направление подготовки. Основными из них – шариатское право и вероубеждение. После учебы выпускники имеют возможность трудоустроиться в организациях подведомственных муфтияту республики. В первый день священного месяца Раби-Уля-Аваль в селениях Людхрутульского района был организован маулит. В рамках мероприятия звучали наши до выступления религиозных деятелей и разыграли путевки на малых хадж-умра. Также среди присутствующих будет объявлен конкурс на знание жизнеописания пророка, мир ему и благословение. Проходить он будет в течение всего месяца, и главным призом станет поездка на святые земли. Ас-саламу алейкум, рахматуллах, дорогие братья и сестры. Сегодня в селении Хлюдхрутульского района прошло благоприятное, благодатное мероприятие, в котором мы встречали месяц рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Раби-Уль-Аваль. И хочу выразить огромную благодарность всем жителям села Хлюдх, которые откликнулись на наш призыв, пришли и поддержали это мероприятие. Дай вас, чтобы таких переживающих людей было все больше и больше, и дай вас, чтобы таких мероприятий все чаще и чаще проводилось в нашем Ратульском районе. Цумада-2024 – увлекательный фестиваль спортивного туризма состоялся в Цумадинском районе. Пройти через перевал Ильян-Хиви и насладиться красотой чистейшего озера Неце. Горными пейзажами с высоты Чемиса смогли 120 человек. Базовый лагерь фестиваля расположился на живописной поляне села Хунох с видом на горы и водопад. Поляна села Хунох, она здесь очень удобно расположена, потому что вокруг этой поляны много категорийных перевалов, много пеших маршрутов, есть интересные природные локации, то есть там высокогорные озера, есть водопады, леса. И еще плюс большой, что здесь присутствуют четырехтысячники, на которые участник фестиваля восходит на этот четырехтысячник. Фестиваль привлек внимание как опытных туристов, так и новичков, желающих погрузиться в атмосферу активного отдыха. Участники, среди которых и гости из разных уголков страны, на протяжении недели проходили практические и теоретические занятия по спортивному туризму. Они повышали уровень своего мастерства, отрабатывали тактику горных походов, большое внимание уделялось технике безопасности в горах. Когда я приехала, и мы пошли на первый маршрут, я думала, что будет легче, ожидала, что будет легче. И когда мы шли, поднимались, были крутые подъемы, я начала задумываться о смысле этих походов. Ну, в общем, морально было сложнее даже, чем физически. Это было интересно в плане испытать себя. Мы сейчас на восторге от организации, от атмосферы, от людей, которые здесь брались, от того, что каждый день ты можешь ходить на новые маршруты. И как раз с точки зрения того, что я сама разрабатываю маршруты, то можно было окунуться и посмотреть в новые места, в новую часть Дагестана, до которой я никак не могла доехать. А здесь уникальная возможность фестиваля позволила мне это осуществить. Продолжение следует...